Привет! В этом ролике я расскажу вам о том, как повысить уровень своей выносливости, как при этом нужно тренироваться и какие факторы на это влияют. По сути, на выносливость влияет лишь один ключевой фактор – это количество метахондрий в клетке и количество клеток, содержащих метахондрии. Метахондрии – это органоиды, способные утилизировать продукты метаболизма и окислять органические соединения. В общем, если говорить просто, то отказ в упражнении или ваша остановка из-за нехватки выносливости в любом упражнении, обусловлено в первую очередь максимальным закислением мышц. Метахондрии способны устранять то самое закисление и воспроизводить новую энергию из глюкозы и жира. Это своего рода энергетические станции клеток. Есть клетки, содержащие метахондрии, а есть клетки, которые их не содержат. Суть повышения выносливости заключается в увеличении количества клеток с метахондриями и увеличении количества метахондрий в уже существующих клетках. Появление новых метахондрий – это адаптационный процесс. Если вы тренируетесь на большое количество повторений и постоянно испытываете свою выносливость, количество метахондрий увеличивается. Если же тренируетесь в тяжелоатлетическом стиле, этого практически не происходит. Другими словами, если вы хотите стать супервыносливым в упражнении Бёрпи, то вам нужно тренировать упражнение Бёрпи в соответствующем стиле. Ибо метахондрии появляются именно в тех мышечных клетках, которые терпят максимальное закисление в процессе длительной работы. То есть, если вы будете тренировать только ноги, вы увеличите количество метахондрий в мышцах ног, но в руках их количество останется практически неизменным. Ну а теперь о главном. Как именно нужно тренироваться? Предположим, вы хотите стать вносливым в комплексе. Нужно ли выполнять упражнения одно за другим на разные мышечные группы или тренировать их поочередно? По практике скажу, что можно и так, и так. Бойцы часто выполняют комплекс разных упражнений на разные мышечные группы одно за другим. И это дает результат. Но по практике скажу, что для того, чтобы увеличить количество метахондрий в клетке, можно тренироваться и в анаэробном режиме, то есть выполнять силовые упражнения. Когда я работал тренером в зале, у меня было достаточно много клиентов из числа военнослужащих, постоянно сдающих нормативы. И мы увеличивали их результат в беге на 3 километра, не бегая вообще. Один раз в неделю мы выполняли упражнения на ноги в статодинамическом стиле. Предположим, вы приседаете на 20-25 повторений, не теряя напряжения в мышцах, до максимального закисления, сопровождающегося невероятным жжением в мышцах. После 45-60 секунд боли мы отдыхали примерно 5-7 минут до полного восстановления и повторяли упражнения снова. В целом, за тренировку количество таких подходов составляло 3-4, после чего мы тренировали ноги в более силовом стиле, так сказать, в обычном режиме. Такое сильное закисление в коротком промежутке времени провоцировало резкое увеличение количества митохондрий в мышцах ног. Более того, такие тренировки мы начинали всего за 2-3 месяца до сдачи нормативов. И это давало просто невероятный результат. Мы не бегали вообще, но увеличивали свой результат в беге на длинные дистанции почти в 2 раза. Поэтому я могу с точностью сказать, что силовые упражнения, выполняемые в статодинамическом стиле в диапазоне 40-60 секунд до сильного сжения, дают существенный прирост митохондрий и повышают выносливость в тренируемой мышечной группе. По аналогии можно тренировать и другие мышцы. Такая схема действительно работает, но главное не превышать разумный объем тренинга. Если вы сделаете 15 подходов до сильного закисления, то рискуете закислить мышцы настолько, что продукты метаболизма начнут убивать клетку изнутри. Клетка потом восстановится, но на это потребуется время. Вы должны значительно увеличить концентрацию молочной кислоты в клетках в процессе подхода, затем хорошо отдохнуть, чтобы максимально снизить степень закисления и повторить упражнение снова. Именно умеренное максимальное закисление и неспособность организма справиться с нагрузкой в определенный момент времени провоцируют рост новых митохондрий. Я хочу, чтобы вы поймали мысль. Мы максимально закислили мышцу на короткий промежуток времени, спровоцировали рост митохондрий и дали клетке освободиться от молочной кислоты. Если же вы будете либо выполнять упражнения слишком долго, или мало отдыхать между подходами, или выполнять слишком много подходов, концентрация продуктов метаболизма будет накапливаться и разрушать клетку. Мы не должны допустить постоянного накопления увеличения концентрации молочной кислоты в клетке. Поэтому повысили концентрацию, позволили организму освободиться от нее, повысили снова. Грубо говоря, не позволяем молочной кислоте в большом объеме долгое время находиться в клетке. Тогда все будет в порядке. Но так или иначе, от подхода к подходу концентрация молочной кислоты также будет увеличиваться, даже если вы полноценно отдыхаете. Поэтому спортсменам начального среднего уровня я не рекомендую выполнять более 3-4 таких жестких подходов. Опытные и подготовленные спортсмены, разумеется, могут выполнять большее количество подходов, в зависимости от своих восстановительных способностей. Логично, что чем больше у вас митохондрий, тем больший объем молочной кислоты они могут утилизировать. И опытные спортсмены способны выполнять гораздо больший объем тренинга. Следующий важный момент – это количество самих мышечных клеток. Предположим, что у вас есть условно 10 мышечных клеток, в которых вы можете вырастить условно 30 митохондрий. И это будет вашим пределом. Если же вы хотите повысить свою выносливость, нужно сделать больше мышечных клеток, в которых поместится большее количество митохондрий. Для этого хотя бы периодами вам нужно тренироваться в более классическом, билдерском стиле, для увеличения объема мышечной массы. Кстати, если вы уйдете от тренировок на выносливость и на время перейдете в кач, то через какое-то время вы потеряете часть своей выносливости. Это нормально и не нужно по этому поводу переживать. Дело в том, что митохондрии как быстро растут, так быстро и умирают. По данным, представленным профессором Силуяновым, если митохондрии интенсивно не используются, то срок их жизни не превышает 14 дней. Но разумеется, умирают далеко не все митохондрии, а те, которые умерли, вы можете легко воскресить в течение нескольких недель. Но если при этом общее количество ваших мышечных клеток, которые вы получили в результате тренировок в билдерском стиле, увеличится, то ваш потенциал выносливости тоже станет больше. Так как теперь жилплощадь для ваших митохондрий значительно расширилась. Именно поэтому спортсмены, выступающие в кроссфите, чередуют разные тренировочные циклы – силы, массонабора и выносливости. И я бы рекомендовал вам делать так же. Упражнения на разные мышечные группы с гантелями с собственным весом, а также программы тренировок для тренажерного зала вы найдете на моем бесплатном сайте по ссылке прямо под этим видео. Также в нашем официальном магазине вы можете приобрести самые разные тренировочные оборудования и аксессуары для дома или тренажерного зала. Для этого перейдите по ссылке в описании или нажмите иконку в верхнем правом углу экрана. Если вам понравился ролик, конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Александр Добромиль. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok